This conference will now be recorded. И затем мы предложим выступить нашему гостю, приглашенному спикеру из компании Superjob, Дорошину Артему. И затем у нас останется немного времени, минут пять, когда мы будем отвечать на ваши вопросы. Итак, Ирина, пожалуйста, слово предоставляется вам. Спасибо, Ольга Юрьевна. Добрый вечер, дорогие участники Дня карьеры, наши дорогие выпускники учебного центра и также участники нашего собрания, те, кто будут на нем выступать, как Ольга Юрьевна уже представила. Мы рады вас приветствовать на данном мероприятии. Сегодня у нас выступает представитель Superjob, как вам уже Ольга Юрьевна представила, это Дорошин Артем. Он даст вам совет о построении успешной карьеры. Это крупный российский портал Superjob, которым известно всем и вся те, кто ищет работу в нашей стране. Артем расскажет вам, как им пользоваться, как правильно разместить свое резюме, чтобы быть замеченным работодателем, который именно вам интересен. Также сегодня будет особый акцент уделен дополнительному образованию, который вы получили и получаете в нашем учебном центре специалист. Хотим напомнить, что наш центр имеет более тысячи курсов различного направления, дипломные программы и комплексные программы по профессиональной переподготовке по различным направлениям. В наше сложное время, как вы понимаете, для работодателей очень важно основное образование, но также и интересные сотрудники, которые развиваются в различных направлениях, меняют свою профессию. Профессиональная переподготовка – это очень важный аспект, поэтому также сегодня будет идти речь о том, как правильно указать в резюме дополнительное образование, как непосредственно представить документы. Также различные технические моменты по размещению резюме и документов на портале Superjob. Об этом тоже вам сегодня расскажут. Всем спасибо за внимание. Передаю слово нашим выступающим. Ольга Юрьевна, пожалуйста, вам слово. Спасибо, Ирина. Коллеги, если у вас есть какие-то вопросы к нашим менеджерам, организационные и так далее, вы тоже можете писать в чате, либо голосом говорить, и мы обязательно вам поможем. Сейчас я на экран вывела информацию о нашем центре. Нам в этом году уже исполняется 29 лет. У нас более миллиона двухсот выпускников и более двухсот пятидесяти преподавателей по разным направлениям. Одним из преподавателей являюсь я. Это мои регалии. И если у вас тоже возникают вопросы по трудоустройству и так далее, вы можете обратиться либо в нашу службу трудоустройства, либо ко мне, в мой адрес электронной почты, в вашем личном кабинете на нашем сайте. Курсы, которые мы ведем и которые помогут вам в поиске работы, можно разделить на две большие группы. Это hard skills, профессиональные навыки, которые, как правило, проверяет работодатель при приеме на работу, например, знание каких-то программ или знание иностранного языка, то есть умения, навыки и так далее. И soft skills. Soft skills тоже иногда проверяют, но не всегда. Soft skills нужны всегда и везде, не только для поиска работы, но и для жизни. Они помогают нам. Ну вот, давайте посмотрим, какие направления у нас имеются. Сначала про hard skills. Это курсы для начинающих и опытных пользователей ПК. Есть отдельные курсы, несколько курсов для начинающих. И есть, например, отдельное направление, очень серьезное у нас развито оно, Excel. Вот Excel практически в каждой профессии, наверное, требуется, потому что это не просто таблицы, это все-таки серьезные такие программы. И там очень много возможностей, о которых мы даже не подозреваем. Есть отдельно для опытных пользователей, ну и отдельно по направлению Microsoft Office, например, да, и для пользователей мобильных устройств. Также у нас очень хорошо представлено программирование и базы данных. Как для начинающих программистов, так и для тех, у кого уже есть какой-то опыт. В частности, например, очень интересное направление, перспективное и востребованное сейчас, это разработка компьютерных игр, потому что компьютерные игры, они нужны не только для развлечения, но и для обучения персоналу, например. Работодатели это тоже используют. Администрирование, программирование программы 1С. Программа 1С, пожалуй, самая популярная в Российской Федерации и в ближайших бывших советских республиках. И поскольку она так распространена, то, естественно, и требования к специалистам, которые ее обслуживают, тоже имеются, и мы вам тоже можем помочь. Ну и, конечно, разработка мобильных приложений, которые постоянно меняются, усовершенствуются, и это тоже очень перспективное направление. Далее у нас идет такое творческое направление, компьютерная графика, 3D-анимация, которая может помочь вам не только в работе, но и если вы увлекаетесь быть вашим хобби, например. И веб-дизайн у нас есть, и даже отдельная школа дизайна, она так называется, специалисты. Еще одно востребованное направление – это настройка и ремонт ПК, helpdesk. Практически в каждой организации есть инженер технической поддержки, сис-админы, и именно этому мы обучаем на наших курсах по данному направлению. Это и настройка, ремонт ПК, и поддержка пользователей, ну и различные версии в Windows. Отдельным направлением представлен менеджмент рекламы продажи. Ну, не секрет, наверное, что не каждый хороший специалист может быть хорошим руководителем, поэтому этому тоже нужно учиться. И у нас есть отдельные курсы для руководителей разных уровней, отдельные для предпринимателей, финансовый менеджмент, бизнес-аналитика, которая сейчас тоже очень востребована. Ну, логистика, куда без нее, да, даже в обычной жизни логистика нам тоже нужна. Практически в каждом направлении деятельности сейчас используются проекты. Наверное, трудно даже назвать то направление, где проектов нет. И мы тоже предлагаем ряд курсов по проектному менеджменту. В том числе Agile и Scrum – это гибкие подходы к проектной деятельности, не только к проектной, поэтому обратите, пожалуйста, на это тоже внимание. Для бухгалтеров и финансистов мы предлагаем направление 1С – бухгалтерский учет налогообложения. Здесь есть курсы как для начинающих, так и для продвинутых специалистов в своем деле. Это направление мне ближе всего, потому что я веду эти курсы, это управление персоналом и кадровое дело. Кроме того, обратите внимание, есть еще и специальности по профстандартам. И с 1 января 2020 года, в этом году, все государственные структуры должны были внедрить у себя профстандарты. Поэтому, кого интересует, тоже приходите, все расскажем. Приятным бонусом при устройстве на работу является английский язык. Где-то он является обязательным, знание английского языка на определенном уровне, но для кого-то как плюс, просто идет плюсом. У нас есть разные формы обучения, и очные, и очень заочные. У нас есть программы специальные для обучения английскому языку, бизнес английский. То есть, если у вас есть какой-то уровень подготовки по английскому языку, то мы вам поможем владеть лексиконом, лексикой по бизнес-английскому. Или если вам нужно подготовиться к экзаменам, например. А также отдельные курсы для IT-специалистов, технически специализированный английский язык. Ну, а этот слайд посвящен soft skills. Если до этого был hard skills, это soft skills. Это те качества, которые вам необходимы не только для работы, но и для жизни. Здесь есть ссылка на нашем сайте, вы тоже можете посмотреть вот эту схему, она размещена на нашем сайте. Здесь много всего интересного, начиная от тайм-менеджмента, эффективного лидерства, построения личного бренда. При поиске работы это тоже очень важно. Управление конфликтами, например, ораторское искусство, стресс-менеджмент, эффективные переговоры. Как продать себя, технику успешной самопрезентации. Конечно же, русский без ошибок. Стыдно, когда представители русского языка пишут с ошибками. Поэтому здесь много-много всего интересного. Все это тренинги, это все практические навыки развивает. Поэтому мы вас приглашаем. Если кого-то что-то заинтересовало, приходите, всегда будем рады вас видеть. Основные документы, которые мы даем после окончания наших курсов, это либо удостоверение о повышении квалификации, либо тот, кто прошел дипломную программу, то диплом о профессиональной переподготовке. Если интересует разница между этими документами, обращайтесь, все расскажем. И хочу напомнить миссию нашего центра. Она звучит так. Учить людей так, чтобы их жизнь улучшилась. И мы проводим вебинары, пока это в формате вебинаров, но скоро, наверное, будем приглашать иочно, бесплатно абсолютно, курс, который называется «Успешный поиск работы и трудоустройства во время кризиса и карантина». Там мы говорим о том, кто вы и что вы хотите, где и как искать работу, как подготовить необходимые документы. Например, резюме сегодня нам Артем поможет в этом, расскажет, как можно это сделать оптимально, как эффективно провести встречу с работодателем, то есть прохождение собеседования, как пройти удаленное собеседование, сейчас это тоже очень актуально, и как пройти срок испытания. Вот примерная программа. Если интересует более подробно, тоже все на нашем курсе. С компанией «Суперджоп» мы сотрудничаем уже долгие годы. И вот здесь вы видите фотографию. Один из приездов представителей «Суперджоп» к нам. Мы уже проводили дни карьеры вместе с ними. Всегда эти дни карьеры пользовались огромной популярностью, успехом у наших слушателей. И мы сейчас предоставляем слово нашему гостю. Сегодня у нас Артем. Я передам ему право ведения презентации, и Артем расскажет то, что он хотел сообщить нам по поводу «Суперджопа». Так, секундочку, сейчас технический момент. Это очень такой трепетный момент. Передаю право ведения презентации. Артем, пожалуйста, принимайте. Так, проверка звука. Меня слышно? Да, вас прекрасно слышно. Хорошо, сейчас я вывожу уже презентацию. Появилась? Да, мы видим вашу презентацию. Спасибо. Хорошо. Ну, тогда давайте начнем. Я рад приветствовать всех участников данного мероприятия на сегодняшней встрече. И я с вами поделюсь вкратце, потому что у нас с вами всего-то 30 минуточек. С теми основными тенденциями, наверное, которые сейчас происходят на рынке труда, для вас сейчас это становится наиболее актуальным. Понимать, какие сферы востребованы, какие менее востребованы. Немножко расскажу о компании, да, и что вы можете сделать с помощью нее в плане трудоустройства или по поиска сотрудников. Ну, и в конце расскажу о тех полезных услугах, которые мы вам можем предоставить. Итак, для тех, кто не слышал раньше, компания Superjob на рынке труда уже 20 лет. Наша основная задача – помочь работодателям найти вас, соискателей, и соискателям найти себе подходящую работу, чтобы она хорошо оплачивалась и вас полностью устраивала. Для тех, кто никогда не заходил и не пользовался, вот наш сайт выглядит таким образом, достаточно простым для пользования соискателем. Вы увидите на главной странице два таких показателя. Первый – это работа, и под ним видите разместить резюме. Второй – это сотрудники и разместить вакансию. Соответственно, если вы будете искать работу с помощью нашего ресурса, нажимайте кнопку «Разместить резюме», и вас система по алгоритмам будет дальше вести. Также у нас буквально несколько лет назад появилось очень удобное приложение для телефонов Superjob. Оно очень удобно тем, что вам на телефон приходит информация о появляющихся новых вакансиях на рынке труда по вашему профилю, есть дополнительные возможности порекомендовать своих друзей в те или иные компании. В общем, скачивайте, посмотрите, очень удобная система. Сейчас появилась. Итак, для начала хотел бы, конечно, рассказать о рынке труда. Всех сейчас интересует в связи с разными экономическими, политическими и здравоохранительными, так скажем, событиями, как это все отразилось на рынке труда. Ну, если говорить о динамике спроса в крупных городах – это Москва и Санкт-Петербург, в таких основных столицах, так скажем, то мы видим некоторый спад как раз по непосредственно месяцам. Можно посмотреть, что он сейчас составил минус 27% – это по динамике спроса в Москве по сравнению с остальными регионами России на вообще размещение вакансий самими работодателями. Если говорить про динамику спроса в профессиональных областях, то, естественно, те области, которые сейчас возвращаются на рынок, у них достаточно динамика высокая. Здесь можно отметить пять топовых профессиональных областей, в которых спрос на сотрудников вырос больше всего. Это, конечно же, сейчас туризм, гостиницы, рестораны. Дальше за ними идут спортивные клубы, фитнес и столы на красоты, дальше искусство развлечения, масс-медиа, начало карьеры, студенты. Кстати, вот эту динамику мы отметили, то, что она сейчас достаточно серьезно выросла по сравнению с тем, что было. И так как вы получили дополнительное образование, вливайтесь в эту волну и на волне этого спроса находите себя хорошие места для работы. Ну, также наука и образование. Понемножечку снижается количество вакансий в областях, связанных с медициной, с домашним персоналом, с государственной службой и с рабочим персоналом. Но это связано в основном с тем, что в период пандемии на рынок было очень много высвобождено трудовой силы. Конкуренция, кстати, по тем профессиям, которые являются массовыми, была очень большой, но рынок так или иначе перекрывал этот спрос своим предложением. Сейчас понемножечку динамика меняется. Ну, вот если в целом посмотреть по росту спроса в России по отраслям за неделю, уже данные такие свежие, то, конечно, первое место занимают гостиницы, рестораны, общепит и кейтеринг. Ну, а дальше, видите, уже здесь на графике по разным сферам деятельности. Эти показатели, они очень динамичные, они меняются чуть ли не каждый день, но общая тенденция, в принципе, для вас, чтобы была видна и вы ориентировались, что сейчас происходит. Если говорить о том, где уменьшаются, то здесь вот перед вами слайд, на котором отображено как раз, что услуги для бизнеса сейчас, видите, 33% сократились в вакансии, поэтому это нужно учитывать. Здесь динамика соискательской активности, но здесь пропорционально она также увеличилась. У нас первое место сейчас занимает начало карьеры и студенты, причем неважно, в каком возрасте, просто либо начало в профессиональной деятельности в новом направлении для себя, либо уже непосредственно после выпуска. Ну и дальше уже подтягивается спорт, наука, медицина, но и гостиничный бизнес. Хорошо. Это в целом про рынок. Я поддержу коллег на счет того, что софт-скиллы являются одними из таких важных качеств, причем сейчас становится важным уровень именно владения вами ими, на каком уровне они у вас развиты. Потому что когда хард-скиллы, например, поставлены на достаточно нормальном уровне, работодателю все равно нужно выбирать по каким-то критериям именно вас. И здесь, конечно, в ходе проведения собеседования будут оцениваться несколько различных качеств. Но я здесь привел знаменитую четверку 4К – это коммуникация, критическое мышление, креативность и коллаборация. Это такая база. Но и сейчас я заметил, так как я из индустрии, также образование и проведение различных бизнес-тренингов, обучение персонала и так далее – это, конечно же, эмоциональный интеллект. Направление достаточно новое, еще мало исследований в этой области, но оно, к счастью, набирает популярность. Почему? Потому что люди начинают работать самими с собой. Они начинают себя узнавать и через это, конечно, улучшается уровень их и коммуникации, и критического мышления, и креативности. Не могут с помощью этих качеств влиять кардинально на свою жизнь, повышая ее качество жизни. Так что, если стоит вопрос, а что действительно стоит поразвивать на досуге, как дополнительное образование или как пройти какие-нибудь курсы или книги, какие почитать, то я, конечно, советую сейчас сосредоточиться на этих качествах 4С и 4С. Хорошо. Если говорить про качества, которые очень нужны при трудоустройстве, это три базовых. Первое – это, конечно, умение анализировать рынок труда. Как это делать? Объясню простыми словами. Вы берете, например, заходите на наш портал, так как там выложено более 600 тысяч вакансий по всем направлениям. И у нас охват идет как в нашей стране, так и страны СНГ и ближние зарубежья. И что вы делаете? Вы пишете свою профессию в графу «Поиск», ставите город, в котором вы его ищите, или ставите расширенный поиск и нажимаете кнопочку «Найти». Вам тут же выдаст количество вакансий, которые на сегодняшний день существуют на рынке по региону или в стране в целом. После у вас начинается процесс анализа этих вакансий для того, чтобы вообще понять, сколько ваши услуги стоят на рынке труда, какие компании, какие условия предлагают вам для трудоустройства. Также у нас на портале есть раздел «Исследования», и в нем находится такой замечательный инструмент, как «Зарплатомер». Зайдите туда, посмотрите свою новую должность или старую должность, попробуйте найти там. Там у нас есть портреты профессий и представлены портреты профессий с ростом. То есть, когда вы приходите только работать на определенную должность, и вплоть до руководителя у нас есть эти портреты, какими навыками вы должны обладать, какие должностные обязанности у вас будут, какие качества от вас ждут, сколько приблизительно средний возраст, когда люди занимают эти позиции, но еще многие другие характеристики. Для вас, наверное, это самая ценная будет ориентация, потому что она реальная, прямая, собранная со всего рынка. С прошлого года мы начали проводить данные исследования и продукты, создавать зарплатомер по целым отраслям. У нас уже вышла, по-моему, отрасль IT, PR, ну и планируется по всему рынку. Так что интересуйтесь, там есть вся информация, которая вам может понадобиться. Вторым, конечно же, сейчас с актуальным качеством и способностью является это умение составлять качественное резюме. Поэтому если у вас опыт составления резюме один, два, три раза в жизни, то понимаете, что есть люди, которые работают в этой индустрии, которые практикуются, которые делали это несколько десяток раз или специально проходили курсы, которые вам тоже сейчас рекламировали по трудоустройству. И этот навык все-таки, он ставится практикой, поэтому есть разница между человеком, который писал резюме всего лишь один раз в своей жизни и человек, который написал более десяти и сотни этих резюме. Ну и следующий основной, который влияет на то, возьмут и примут ли вас на работу, это, конечно, умение проходить собеседование. Это тоже отдельное искусство, за ним на самом деле скрывается качество самопрезентации, которая входит тоже в технологию 4С, и оно, конечно, сейчас в цене. Хорошо. Если вкратце пробежаться, чтобы у вас для начала был какой-то ориентир, как вообще это должно в целом выглядеть, хотя бы в первом касании, то здесь настройка должна быть изначально такая, что мы резюме пишем не для того, чтобы отписаться, и потому что, да, вот система просит что-то о себе написать. Нет. Мы ставим цель. Цель у нас основная – это получить пропуск на собеседование. Нас часто соискатели спрашивают, ну а как оценить качество написанного своего резюме? Мы всегда говорим, рынок оценит. Соответственно, если вы написали качественное, хорошее резюме, и вы видите, что у вас много откликов, что у вас много приглашений на собеседование, значит, оно достаточно хорошо написано. Если вы видите то, что у вас есть просмотры, но приглашений нет, в 100% случаях проблема именно в резюме. Почему? Потому что HR в основном сначала знакомятся с вашим резюме, да, а не с вами лично. Напомню для большинства соискателей, не стесняйтесь, пожалуйста, выкладывать свои фотографии. Единственное, о чем нужно подумать, чтобы фотография была деловой, красивой, чтобы она располагала к вам людей, с которыми вы еще не знакомы. Потому что многие соискатели вообще не выкладывают фотографии, и это не очень хорошо отражается на откликах. Следующее. Если смотреть, как вообще, о чем писать в этом резюме, и что хочет увидеть HR, то в первую очередь, конечно, HR ориентируется на должность. Поэтому здесь будьте внимательны и описывайте вашу должность с таким названием, который присутствует на рынке. Вы, в принципе, в поисковике, если на Superjob бьете свою профессию, вам даже еще всплывет несколько вариантов близких, которые есть в базе. И вы все-таки ориентируетесь на те должности, которые написаны и как они написаны в вакансиях. Дальше, конечно же, базовый, можно сказать, самым таким основным моментом резюме является ваш опыт и, заметьте, результаты. Поэтому недостаточно в резюме написать, что вы имеете такой-то, такой-то опыт и все. Опыт хорошо подтверждается цифрами. У людей сразу есть представление об ваших объемах, сколько вы чего делали, есть ли динамика вашей профессиональной деятельности и так далее. Следующее идет – навыки и достижения. Здесь имеются в виду, естественно, навыки с хардскиллами, связанные с вашей профессией уже конкретной, которые используются на вашей должности. Ну и уже после этого обращают внимание на образование. На образование обращают внимание, опять же, я говорю, после анализа должности, опыта, результата, навыков и достижений. Для кого-то здесь все очень будет индивидуально, у каждого HR свое отношение к этой графе. Но в основном работодатель хочет, конечно, увидеть, что есть какое-то документальное подтверждение, что вы прошли какой-то стандарт, что вы наработали определенное количество часов в практике в каком-то деле, для того, чтобы закрыть вот этот страх, сможете ли вы справиться с той должностной обязанностью, на которую вас берут. Соответственно, я сегодня расскажу, да, как размещается основное образование, как размещается дополнительное. Сразу хотел бы снять с вас вот эту неврастению, если у вас есть какое-то базовое образование, а дополнительное у вас по другой специальности, здесь ничего на самом деле плохого нет. У вас так или иначе есть какая-то база в какой-то области, а дополнительное образование своего рода его все равно дополняет. Так что здесь многие просто у нас, когда студенты проходят образование, часто спрашивают, вот я обучился по определенному направлению, хочу работать совершенно в другой области. Но я всегда привожу такой пример, что нету неполезного образования. Возьмем, например, юристов, для кого в нынешних ситуациях не лишним было бы иметь юридическое образование. Да практически всем бы оно помогло. Если мы говорим о финансах, ибо у вас есть базовое бухгалтерское образование, но для кого не важно вообще уметь управлять своими финансами и даже в личной жизни использовать эти качества. Если мы говорим про артистов, казалось бы, то для кого является лишним умение публично выступать? Поставленный хорошо голос, умение создавать образы, да, эти люди как раз они идут уже в сферу образования порой, потому что хорошие изначальные хардскиллы им поставили в этой специальности. Поэтому, несмотря на какое у вас было базовое первое образование, все равно это плюс, как ваш такой фундамент. Хорошо. Теперь дадим не такую небольшую вам схемочку, как, по какому принципу описывать и указывать опыт работы и результаты, мы предлагаем вот такой простой вариант. Вы когда садитесь за листок бумаги, да, или сделаете это в интернете, заполняете резюме, задавайте всегда себе четыре основных вопроса. Что вы делали конкретно? Какие должностные обязанности, да, у вас были на прошлом там месте работы? Либо, если вы, например, учились, получали общее образование, или дополнительные у вас были практические задания, у вас были какие-то практики. Также задаем, что вы конкретно делали, сколько по времени это у вас заняло, какими инструментами профессиональными пользовались, то есть это программы, это методики, это какие-то технологии, это инструменты в зависимости от вашей профессии. Ну и самое главное, конечно, с каким результатом, что в итоге, если у вас какая-то циферка. Мы вам привели такой общий пример, чтобы было всем понятно. Вот, например, как можно написать плохо. Можно написать, консультировал покупателей при выборе товара, выкладывал товар на стеллажи и все. Но если мы говорим о качественно написанном резюме и информативном, тогда это нужно все раскрыть. Например, консультировал покупателей в выборе товаров с уточнением, каких более 150 покупателей в день виден объем. В результате продажи выросли на 25% за 3 месяца работы. Здесь своего рода отображается эффективность вашей работы. И ежедневно осуществлял выкладку товара на 7 стеллажах. Здесь тоже хорошо для будущего работодателя понять, сколько вы делали, с чем вы справитесь. Поэтому в каждой из ваших специальностей нужно вытащить эти циферки, которые бы отобразили, что у вас на данный момент есть. Если мы описываем опыт работы уже предыдущей или полученной на практике или на стажировке, важно задать себе три вопроса. Первый вопрос – это задачи, для решения которых вас взяли в компанию. Ответы на эти вопросы вам могут понадобиться и на самом собеседовании. Второе – это что вы делали для решения этих задач. И особенно важно и сверх того, если это было. Потому что если вы делали что-то сверх, это принесло какие-то результаты серьезные, это можно считать в принципе и профессиональным достижением на той или иной работе. Ну и же самое главное, что в результате компания получила от ваших решений. Здесь, вы знаете, приводим такой достаточно смешной пример, как как раз добавлять цифры, добавлять показатели в описание. Он такой, я его называю международный, для того, чтобы вы просто принцип изначально уловили. Что не нужно писать «закручивал гайки, управлял закручиванием гаек». Здесь вроде бы понятно, чем вы занимались, но при описании про самодемонстрации и презентации лучше, конечно, конкретизировать это все цифрами. Видите, здесь написано «закручивал сколько», самостоятельно планировал объемы, сколько в целом было этих закручиваний в месяц, что вы дополнительно делали, это обучил 20 людей закручивать не менее 50 гайок в день. Это такой, знаете, общий пример, но он накладывается и на любой практически опыт. Давайте приведу пример, как это выглядит в разных профессиональных группах, как описывают. Из этих описаний, если здесь сейчас прочитаете, вам даже незнакомым с какими-то видами профессий становится ясно, чем человек занимается. Вы вроде бы сами информативно так обогащаетесь. Например, работал с металлоконструкциями толщиной миллиметров и выше, классом прочности, таким-то, у нас сразу идет информация, с чем человек имел дело. Если мы говорим о педагогах, то здесь интересность объема, скольких поработал, и как это отразилось на результатах успешных учебных учебных учеников. Соответственно, если у вас есть письма или сертификаты, что вы подготовили ребят, и они, видите, у вас до 95%. Далее, ЕГЭ, то это все мы можем использовать. Артем, я прошу прощения, я вас не слышу. Коллеги, если вы слышите, поставьте, пожалуйста, плюс. Если вы слышите Артема, поставьте, пожалуйста, плюс. Нет, не слышим. Спасибо большое за обратную связь. Артем, к сожалению, вас не слышно. Видимо, какой-то сбой. Посмотрите, пожалуйста, в настройке. Сейчас, да. О, отмеченствую, да. Да, у меня что-то пиликнуло здесь, может быть, из-за этого. Значит, какие основные трудности могут у вас возникнуть и возникают вообще у соискателей, которые обычно ищут по новому направлению работу? Это, конечно, нерелевантный опыт. Но здесь ничего страшного, вы не первый своего рода. Мы заново становимся студентами, которые только-только вышли из университета и ищут направление и соответствующую вакансию. Поэтому мы описываем по схеме. Хочу такую-то должность, потому что знаю. Это про образование, умею. Это про навыки, могу. Это про опыт. Часто нам задают, ну а где же этот несчастный опыт взять, если вы учились? На самом деле, если мы говорим про образование высшее, то в высшем образовании существуют практики, на которых вы практикуетесь. И несмотря на то, что это не записано в вашей трудовой, это считается вашим непосредственным опытом. Потом, если вам удалось пройти стажировку по какому-то направлению, это тоже дополнительный опыт. Даже если вы помогали каким-то частным предпринимателям, например, с бухгалтерией, и у вас набралось количество часов или количество этих предпринимателей, это тоже можно представить как опыт. Давайте приведем примерчик, как же все-таки поступать, если, например, вы были бухгалтером, а собираетесь перейти на менеджера по персоналу. Или наоборот. Мы не забываем о своих сильных показателей в работе. Мы это все все равно отражаем. Просто в новую профессию мы обычно в конце для внимания вставляем, что, ну вот видите, здесь написано из предыдущего опыта, было взято три пункта, что ежемесячно выполнял расчет заработной платы, там такого-то количества человек обучил, и пять сотрудников работать с электронными документами обработал. Это важно, почему? Потому что вам как менеджер по персоналу, возможно, придется проводить обучение, а опыт у вас уже был. Вела телефонные переговоры, то есть имеется опыт общения по телефону, это тоже для менеджера по персоналу важно. И здесь, смотрите, если да, вы прошли там испытательный срок, у вас так или иначе накопился какой-то опыт, или в новой сфере вот вы проработали там два года, он у вас уже есть, можно его усилить. Здесь, например, написали, что совместно с HR брала более 60 резюме на должность младшего бухгалтера на сайте Superjob. Видите, базовое образование пригодилось, потому что знаете, какие, в принципе, бухгалтера должны быть. Провела 15 собеседований, отобрала двух кандидатов, один из которых успешно работает на позиции бухгалтера уже два года. Здесь можно это усилить, свое резюме. Что еще бывает? Ну, есть опасения, что есть перерывы в стаже, почему мешает? Наша с вами задача либо в резюме, если это уместно, либо в дополнительной информации, сегодня я вам покажу, есть такая графа, либо в сопроводительном письме, если уж прям очень очевидно, да, что у вас пропуск профессиональной деятельности есть, то вы можете его закрыть самостоятельно пока в письменном виде. То есть просто написать, что возможно у вас возникло такое вот ощущение, что у меня там был простой, но он у меня связан с объективными причинами, либо вы были самозанятым, да, занимались заработком самостоятельно, либо получали какое-то дополнительное образование, либо у вас вы были вообще в декрете, либо еще что-то и так далее. То есть вы можете сам этот риск закрыть до того, как вас пригласят на собеседование. Может быть, как раз из-за того, что вы в резюме это отметите, это и повлияет на то, что вас все-таки стоит пригласить на собеседование. Следующая проблема, с которой сталкиваются соискатели, это, конечно, короткие места работы. Какие опасения это вызывает? Ну, то, что человек не лоялен к компании, не умеет исполнять свои обязанности, возможно, конфликтный характер не умеет ладить с коллективом, начальством, возможно, не прошел испытательный срок, и поэтому скачет из одной компании в другую. Ну и общий такой страх, что достаточно на этого человека много будет затрат на подбор и адаптацию специалиста. А потом он может через пару недель опять убежать. Соответственно, если у нас в резюме что-то такое прослеживается по тем или иным причинам, мы с вами эти опасения закрываем. И уже в процессе написания резюме пытаемся как-то спозиционировать. Ну и на самом собеседовании, конечно, демонстрируйте постоянство характера, устойчивость взглядов и интерес компании. Указывайте обязательно в резюме результаты вашей работы. Это даст работодателю понимание, что работу вы меняли не из-за профессиональных неудач. Запасайте положительными рекомендациями от тех руководителей, ваших бывших. И вот здесь вот как раз самым ценным, где можно использовать в профессиональной сфере эмоциональный интеллект, это как раз в этом разделе. Наверняка у всех когда-то возникало, может, у кого-то тоже в будущем будет возникать желание хлопнуть дверью, всем все высказать, что вы о них думаете. Но для вашей дальнейшей работы это вредно. Почему? Потому что вы проявляете нелояльность к бывшему работодателю. А новый работодатель этого не любит. Поэтому здесь включаем эмоциональный интеллект и стараемся побольше положительного вынести с той компании, с которой вы работали, и зарекомендоваться вашими бывшими руководителями, поговорить с ними по-людски, по-доброму, чтобы они хотя бы отстроились от каких-то, может быть, межличностных конфликтов и описали вас как профессионал своего дела. Это, поверьте, будет одним из самых таких важных и преодолений в вашей жизни, но и в будущем будет вам помогать. Следующее. Продумайте свои ответы на самые вероятные вопросы. Почему вы ушли? Практика показывает, что человек, когда не готовится, хотя бы у него какого-то представления об этом нет, он начинает долго молчать на эту тему. Или отвечает так, что, как я говорю, он сам себя закапывает. Любой ответ, который вы даете на собеседование, должен иметь окраску плюс в итоге. Например, вас спрашивают, почему вы ушли с предыдущего места работы? Вы знаете, мне хотелось зарплату побольше. Я очень много делаю, работала на несколько часов больше, меня об этом никто не просил, стремилась, но вот мне нужна более высокая зарплата. Я увидел, что в вашей вакансии вы предлагаете сотрудникам столько, поэтому одна из причин – это это. Вторая из причин – то, что я давно изучаю вашу компанию на рынке труда, мне очень нравятся ваши миссии, ваши ценности, прям разделяю, чувствую, что связан с вами. То есть мы, как вы понимаете, устанавливаем доверительные отношения, делимся своей мотивацией. Но это так. Уже техника прохождения и собеседования. Значит, где на сайте мы указываем образование? Там есть три таких важных раздела. Первое – это образование. Там мы указываем ваше базовое образование. Вас спросят об уровне образования. Там есть от студента до ученика школы до доктора наук. Вы ставите просто какой у вас уровень образования. А дополнительное образование мы с вами вносим в блок «Сертификаты и курсы». Там вы пишете название организации, где вы проходили и получали дополнительное образование. Там же вы указываете все эти подробности. И в портфолио мы с вами прикладываем диплом о том, что вот у вас есть диплом о повышении квалификации, удостоверение о том, что вы закончили эти курсы. И следующий раздел – это, конечно, знания и навыки. И здесь имейте в виду, что хотят в первую очередь услышать о ваших профессиональных знаниях и навыках. Следующее – по качествам по вашим личным. Мы в свое время проводили глобальное такое исследование, спрашивали работодателей, а что на самом деле они ценят. Соискатели, они нам ответили. Там два первых места заняло следующие качества. Первое – это ответственность. Второе – это эмоциональная устойчивость. Ну или вот здесь вот стрессоустойчивость. Вот две таких ключевых позиции. Поэтому если вы обладаете этими качествами, стоит их в резюме включить. Но мы советуем включать это не одним словом, как вот здесь написано, потому что по анализу резюме у нас вся страна с вами ответственная, стрессоустойчивая, коммуникабельная, а на практике как-то это не особо наблюдается. Поэтому лучше описывайте своими словами. Вот здесь, где написано «хорошо», приведены примеры. Значит, на этом слайде представлено, что не нужно делать больших резюме, перегружать их слишком в сторону, не описывайте слабые стороны в резюме, не пишите такие странные фразы «хочу стать олигархом», «хочу миллион». И типичный весь, то есть владею ксероксом, владею степлером, уверенный пользователь ПК. Не забываем о том, что сопроводительное письмо – это возможность продемонстрировать вашу мотивацию. Потом практика показывает, что большинство соискателей ленятся писать сопроводительные письма, а зря. Потому что сопроводительное письмо – это, как знаете, записочка, с помощью которой вы устанавливаете первичные доверительные отношения, немножечко о себе побольше рассказываете. Закрываете какие-то риски, выделяете себя среди кандидатов. Можете расширить информацию о своих ключевых навыках. Можете рассказать о том, чем вы можете быть полезны компании, на ваш взгляд. То есть используйте этот момент, не ленитесь. Ну а здесь дальше пойдут общие рекомендации по поиску работы. Конечно же, используем нитворкинг. Можете провести своего рода такой первичный анализ ваших знакомых, чем они занимаются, чтобы иметь представление о профессиональном таком ареале, в котором вы обитаете. Пользуйтесь сайтами по нитворкингу, например, SkillsNet, там по профессиональным группам люди распределяются. Обращайтесь к своим друзьям, к знакомым, к родственникам, потому что все равно на первом месте в мире продолжают стоять по поиску работы. Это через связи и знакомства. Ну и для тех, для кого, например, это все сложно, время тратить не хочется, на то, чтобы учиться долго, мучительно всем этим навыкам, мы с вами... Сейчас я... Можем воспользоваться услугой, которая предоставляет Superjob. Мы сейчас помогаем соискателям составлять суперрезюме, плюс мы консультируем по их индивидуальным вопросам, которые над ними висят, как домоклов меч. Наши специалисты уже этим занимаются более 20 лет, поэтому для тех, кого интересно, я ссылочку сбросил в чат. Переходите, пользуйтесь этой услугой, если вы хотите сэкономить время и качественно здорово сразу написать резюме по новому направлению, который вы хотите заниматься, да, после получения дополнительного образования или по старому. И как это вообще все совместить, потому что работа действительно кропотливая, требует знаний, требует знаний психологии и чаров, и все это можно, в принципе, приобрести у нас также на сайте. Так что пользуйтесь. Ну, а у меня в целом на сегодня все. Я вам желаю успехов в тех новых областях, которые вы для себя выбрали и открыли. Занимайтесь повышением своего профессионального уровня и обязательно развивайте софт-скиллы, потому что баланс в жизни, гармония и умение всем этим управлять самостоятельно, это одно из самых сейчас ключевых качеств, которые делает человека счастливым. Спасибо большое. Артем, большое спасибо. Да, действительно было очень интересно. Коллеги, если у вас есть вопросы к Артему, пожалуйста, пишите в чате. Я сейчас закончу наш день карьеры, но в любом случае я не буду отключаться, минут 10 еще буду с вами. Надеюсь, что и Артем тоже ответит на все ваши вопросы. Итак, если виден мой экран, поставьте, пожалуйста, плюс. Я думаю, что виден. Да, спасибо за обратную связь. И я бы хотела показать. Это вот фотография выпускники корпоративной группы нашего центра. И дело в том, что иногда за хороших работников готовы за их обучение платить работодатели. Поэтому учиться надо, и надо учиться постоянно. И специалист, который повышает свою квалификацию, стоит на 15-20% дороже. Кроме того, у нас можно учиться со скидками. Вот вы видите примеры наших победителей разных конкурсов. Если вас интересуют наши конкурсы, тоже заходите на наш сайт. Смотрите, какие есть конкурсы, что мы можем вам предложить. Ссылка тоже имеется. И если есть вопросы, задавайте. А мы желаем вам работоспособности, целесоустремленности и удачи. Мы прям вот тютелька в тютельку в 16.45 заканчиваем. Ну, как я уже сказала, я запись сейчас отключу, но вопросы вы можете задавать. И мы вот в таком неформальном режиме можем с вами пообщаться и ответить на все ваши вопросы.